Всем доброго времени, суток, дорогие друзья. Продолжаем прохождение нашего ведьмака. Здесь есть мясо, и яйца. Эти руны, может, нам пригодятся. Места сберут. Я отвечаю за безопасность короля Родавида в Тимерии. Мы будем иметь бледный вид, если с ним что-то случится. Фольтест вернулся. Он в Старой Вызиме. Теперь, когда мы знаем, чьи приказы выполняем, боевой дух повысился. Мне нужно попасть в Старую Вызиму, а там опасно. У одного у меня есть шансы, Ас. Ты меня понимаешь? Да что происходит? У меня есть для тебя работа, Лютик. Подробности о тебе расскажу позже. Это касается короля Родавида, а язык ведьмака может сослужить нам дурную службу. Вы тут что-то комбинируете? Винсент прав, я бы только мешал. Не мастак я с королями разговаривать. Отлично. Нормально. Ужди меня у королевского лагеря. Геральт, делай что должен. Толпень-то. О, Родавида. Приветствую, Геральт. Ваше Величество. Поздравляю. Насчет профессора. Этот напыщенный тупица как-то пытался меня шантажировать. Так что спасибо за добрые вести. Не за что. Что привело вас сюда? Людям, которые важны, для меня нужна помощь. Желаю удачи. Какое положение в Вызиме? Полный хаос. Благодаря моим агентам, Фольтест вернулся и пытается восстановить порядок. Понятно. Ну что ж, мне пора, сударь. Прощай. Короче, короли помогают друг другу, да? Не сейчас. Дайте, наверное, утром подожди. О, Карл. Проститутка в обозе короля. Спасибо тебе, Геральт. Еще раз спасибо. Как девочки. Все еще обсуждают тебя. А с Шани мы даже подружились. Отлично. Надеюсь, у нее все будет хорошо. С тех пор, как началось восстание, она трудится, не покладая рук. Ухаживает за больными и ранеными, независимо от их расы. И далеко не всем это нравится. Понятно. К сожалению, я очень давно ее не видела. Честно говоря, с тех пор, как все это началось. Я постараюсь найти ее. До встречи. Так. Карболички, мерзкий солдат, лютики, хирутики. Так, ну, давайте подождем, я думаю, да? Хотя бы до утречка. Золотой талантик мы получили. Спортегран 25, здоровье 20. Здесь уклонение, здесь наверное, со стороны. Со спины. Точно даже 25, давай. Вот этот вот здоровье. Чтоб жирнейший ведьмак был. Так, это мы прокачали, да? Здесь урон прокачали. Это нам не надо. Урон здесь есть, здесь есть кровь. Здесь кровь, да? Здесь шиняя, думаю. Сейчас посмотрим, сколько у нас ХП стало. Восемьсот, не так, что, ну... Так, медов старые вызимы, да, мне сказали? Пойдем в старые вызимы. Ну, золото. А, Геральт, ты как раз вовремя, чтобы посмотреть на настоящую рубку. С виду все тихо. Тут тихо, как на войне. Трах-бах, и снова в тишине. Я, Явин, добился своего. Почти все нелюди вызимы взялись за оружие. Как это произошло? Интересно, что это было большей частью заслуга Ордена. Когда Орден начал убивать женщин и детей, даже самые мирные эльфы взбунтовались. Не знаю, кто ими руководит, но ничего глупее никто не делал со времен короля Дезмода. Может быть, великий магистр хотел спровоцировать нелюдей. Слышал, что нелюдей собираются переселять в Старую Вызиму, потому что мы якобы более подвержены чуме. Пред силой кобылы, ясное дело. Что ты здесь делаешь? Нам нужно отбиться от рыцарей. А потом я выведу из Старой Вызимы мирных жителей и пациентов Шани. Шани в Старой Вызиме? Она организовала нечто вроде полевого госпиталя. Упоминала и тебя. Я постараюсь пробиться к ней. Она меня ненавидит из-за ряда. Шани в Старой Вызиме Смерть! На помощь! На помощь! Эй, я боюсь! 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 государь это безумие вам нельзя так собой рисковать подождите здесь до прихода подкреплений уж или рад тут мой город столица моего королевства черт я здесь правители не стану сидеть в кустах государь молчать ты сам знаешь что докладами разведки можно подтирать задницу атака нелюдей беречь короля повешу тебя на твоих кишках великий магистр спасены ты вернулся король верю что еще не поздно ты нужен нам короли не опаздывают государь город горит улицы в крови наших подданных не время говорить надо действовать что предлагаешь яков передай мне командование и развяжи руки нет только через мой труп об этом и в другой раз я могу не успеть помочь я видел достаточно велерат возвращаемся лишь какой власть захотел магистр вон что здесь делает он в лип у него на это особый дар что с ним делать пойдет с нами как я уже сказал нам нужно обсудить кое-что а об этом ведьмак из ривии я большая он сир как ты наверное догадываешься я тебя пригласил не для забавы скажу кратко хочу чтобы ты расколдовал мою дочь я собрал всех кто может тебе помочь да это он был ее адъютантом последние полгода вели рада который знает отду с детства и три смери гольд и и обширные познания в магии женской интуиция могут тебе пригодиться подумай об этом поговорим после как пожелаете ваше величество а пока нашего внимания требуют другие неотложные дела я слушаю представь себе что у тебя есть дома и ты вернулся после охоты пламени пример только чтобы обнаружить что твой дом превратился в бордель охваченный пожаром потому как иначе это назвать нельзя ваше высочество я не закончил те кого ты оставил вместо себя подвели тебя предатель хочет выжить тебя из дома твоих предков за которой ты кровь проливал ты бы не разгневался ты бы не решил пролить новую кровь простите меня король но мы ведьмаки не вмешиваемся в политику да да ваш славный нейтралитет я не могу себе позволить такой роскоши обе стороны начали драться в моем городе и обе будут сурово наказаны я понимаю король но чем я могу помочь мог бы проявить больше энтузиазма помогая королю скажем предложить убить кого я прикажу простите меня король но молчи ведьмак пока не наговорил глупости правители не любят когда им постоянно отказывают конечно король меня призывают срочные дела поговори с этими недюжинными умами это поможет тебе полнее обрисовать ситуацию не забудь про мою дочь ведьмак я рассчитываю на тебя за пять расколдовать на мой слуга призовет тебя когда у меня будет больше времени не окружают дураки громко сричем а сохранить на всякий случай так он приз геральт я уже была начала волноваться я тоже волновался я горжусь тобой слышал как отважно ты сражалась за альвина это правда его величество дал мне протекцию скажи мне где альвин альвин растворился в воздухе не знаю почему это произошло несмотря на амулет который я ему дал это плохо при его способностях он может быть где угодно во времени и пространстве я надеялась ему лет заблокирует его способности надеюсь с ним все в порядке приз я о нас много думал геральт чё по любви пойдем я люблю тебя я хочу быть с тобой несмотря ни на что сейчас буду писать а енифер енифер джинн она сейчас амнезия я мог бы измениться меньше рисковать с собой мы бы разыскали альвина и жили бы вместе я бы бред на самом деле что он говорит прекрасная мечта ты бы разводил лошадей овец я занималась бы огородом варила еду и чесала шерсть на денежки вырученные за шерсть и дары земли мы покупали бы все необходимое ну скажем медные казанки и железные грабли мы бы красиво и благолепно старели а если бы я начинала скучать ты вечерами насвистывал бы мне на собственноручно изготовленной свирели всем известная игра на свирели лучшее лекарство от хандры прости я не хочу тебя потерять я здесь с тобой мы должны пережить эти сложные времена а когда все это безумие кончится мы снова помечтаем 3 я тоже люблю тебя геральт и буду любить вечно там подмазать как трис мы использовали она стрыга геральт мы оба знаем что проклятие сами собой не насылаются какие-нибудь версии у тебя есть когда ты снял проклятие в первый раз ты велел принцессе постоянно носить ожерелье с инклюзом а также приказал сжигать в ее покоях веточки можжевельника дрока и орешника значит кто-то подменил ожерелье и напортачился с сжигаемыми ветками да кто-то из приближенных не людей кому была известна эта тайна возможно вели рад знает что-то мне стоит помогать королю да в каком-то смысле я здесь политическая заключенная я могла бы телепортироваться отсюда но это было бы неприлично кроме того мне нужно решить здесь несколько политических вопросов а именно этого я не могу тебе рассказать у меня слишком шаткое положение но если бы ты помог фольтесту проблеме со стрыгой ты мог бы замолвить за меня словечко я закончила бы свои дела потом фольтест меня отпустил бы если ты этого хочешь 3 спасибо геральт я приблизился к разгадки тайны саламандр я знаю и хочу тебе помочь как ты слышал что-нибудь о доспехах сделанных гномов он интересный искусный оружейник отлично разбирающийся в свойствах металлов калькштейн он живет в старой вазиме знание ему не занимать он знает разные штучки наверняка поможет тебе как ты думаешь что случилось с альвином хоть какая-то гипотеза я и подумать не могла что он сможет преодолеть блокаду 2 милита немногие чародей способны на такое у него достаточно сил чтобы телепортироваться куда угодно даже во времени пока а пока он чувствовал делал геральт пока блин я значит не заслакался на конечно приветствую геральт приветствую я видел что ты говорил с королем я так понимаю беседа была не из приятных могло быть и хуже геральт хочу же не спрашивать мутант все дела а ты не боишься вели рад король показался мне разгневанным с мячи походу одинаковые не знаю но на твоем месте я бы следил за своими словами знаешь геральт я уже старый я служу тимире и всю свою жизнь я никогда не лгал не собираюсь меняться под старость если меня приговорят я пойду на казнь с гордо поднятой головой король рассказал мне о бадде ужасно ты предупреждал нас что это может повториться ты сможешь снять заклятие во второй раз посмотрим кажется ты неплохо помнишь что произошло в прошлый раз конечно ты всю ночь от заката до рассвета провел в старой усадьбе где стоял саркофаг стрыги вы там так шумели что полгорода перебудили на рассвете мы вошли во дворец увидели вас обоих на полу рядом с саркофагом в луже крови ты еле дышал но принцесса исцелилась в ту ночь погиб предатель острит и у короля были все основания возликовать сколько жертв было на этот раз не знаю в наши дни трупов на улицах больше чем мух на навозной куче тебе известно где стрыга спит в дневное время нет но ее видели в старой визиме возможно она там охотится процесс снятия проклятия дело рискованное ты прав но у короля найдутся способы компенсировать это бабло просто или бронку какую-нибудь подкинули но помни фольтест очень любит свою дочь я знаю геральт до свидания начали за а вот так удачи ведьмак в моем родном боклере что в герцогстве тусэнд один ведьмак как-то целый день проплясал с одной чародейкой это был не я госпожа я очень плохо танцую а что разве у всех ведьмаков белые волосы нет госпожа только у меня ну наверное что-то спутала в любом случае у меня есть к тебе некое дело чем я могу помочь я знала что могу на тебя рассчитывать трябьям мондио мутри кузена недавно бежали из города в связи с некоторыми неудачными обстоятельствами они впали в немилость у короля в некотором роде я хочу послать им немного денег чтобы облегчить их положение понимаешь прекрасно понимаем нам нужно квест и ромеру нашли убежище в болотах в пещере пожалуйста наставь каждому из них 300 аренов а мое вознаграждение мои кузена дадут тебе по расписке отнеси их в старую его зиму а жан-пьеру капитану наемников это мой жених он тебя вознаградит прощай жан-пьера я помню он на балуте был так триска триска молчит давай давай ведьмак у тыра давайте забудем о разногласиях ради великой цели ладно ведьмак не боишься гнева короля адевет откуда у тебя такая идея ведьмак фольтест определенно гневается он говорил что-то о кровопролитии он наверняка говорил о крови изменников и нелюдей наверное он в конце концов избавиться от этого неудачника велерада да король хочет чтобы я снял проклятие с ады неудивительно однажды тебе это удалось хотя ты чуть не погиб появление стрыги означает конец правления фольтеста многие говорят что он оскорбил богов помнишь как она стала стрыгой чет мне кажется этот мудак ее превратил опять но он же был к ней приближенный напомни фольтест в молодости спал со своей сестрой ребенок умер при рождении но 7 лет рос в гробу и выходил только чтобы поесть ты расколдовал ее но не полностью повторное появление стрыги доказывает что королевская династия проклята люди очень чутко на это реагируют неудивительно что фольтест хочет избавиться от стрыги я понял что мне надо снять проклятие надо чтобы стрыга не было бельмом на глазу практически нет шансов снять проклятие я слышал за убийство стрыги дают дополнительно ну вот он хочет чтобы мы убили его а зря но это тебе решать прощай так я думаю что это он наш государь будет говорить с вами сейчас сударь поднимайтесь в его покое я уже иду так ничего тут украсть нельзя а 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 ух а 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 Поднимайтесь, он сказал, за чуть-чуть сюда. Схранимся. Король Фольтест. Стол, да быстренько-быстренько к столу. Клубничку забрали. Шкаф порыщем, пока король не видел. Давайте сдадим Велирада. Не Велирада, а Девэта. Её... Её разум будет разумом ребёнка. Вряд ли. Она, скорее всего, вспомнит всё, что происходило до её превращения. Вряд ли. Скорее всего. Легче не становится. Я скажу прямо, Геральт. Делай, что можешь, чтобы снять проклятие. Если это не удастся, можешь убить её. Я не буду тебя преследовать. Когда я в последний раз доверился тебе, ты не разочаровал. Спасибо, король. Не благодари меня. Если узнаешь, кто наложил проклятие, скажи мне. И только мне. Ещё одно, ведьмак. Если ты преуспеешь, я исполню любое твоё желание в пределах разумного. Но если ты провалишься, моя дочь страдает. И те, кого ты любишь, тоже будут страдать. Я понимаю. Хорошо. Ваше Величество, королевство гложет ещё одна хворь. Какая, ведьмак? Саламандры. Моя дочь связалась с ними, дурочка. Жалею, что я вообще уезжал. Твои чести. Велерат говорит, что ты сильно сократил их число. Надеюсь, ты с ними покончишь. Это и есть моя цель. И последнее, ведьмак. Я приказал следить за твоими действиями и получил рапорт о твоей личной жизни. Ваше Величество, это не просто нездоровое любопытство. Мои шпионы доложили, что ты крутишь шашний с Мэрибой. Нормально. Я хочу узнать, что за этим стоит. Мы с Трис близки эмоционально. Это всё, и это наше личное дело. Не злись, ведьмак. Я тоже любил мать Адды. Они мне не позволяли на ней жениться. Но надеюсь, у тебя выйдет лучше. Тебе хоть не надо беспокоиться из-за беременности. Если захочешь выйти в Изиму, поговори с моим камергером. Меня некоторое время не будет в замке. По другим вопросам обращайся к Велераду. Так я и поступлю. Прощайте, Сир. Ещё одно. Да, Сир? Это конфиденциально. Так что смотри, чтобы мои слова не покинули этих стен. Они уйдут со мной в могилу. Мои шпионы доложили, что ты играешь в покер. У меня нет при дворе достойных праздников. О, мы сыграем с королём. Они думают, что я их обезглавлю. Сыграем. Чё, по максималочке сыграем? Посредничку. Четыре. Чувствую, проиграем и королю. Давай четвёрочку. Есть. Посмотрим, что у него выпадет, конечно. Чувствую, проиграем и королю. 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 Офигеть. Больше я тебя не задерживаю. Поговори с моим камергером по поводу выхода ввызи. Да! Я думаю, мы правильно согласились, что ты с любовью всей нашей жизни. Сколько мы Енифер не помним. А там подматочка нам поможет, я думаю. Геральт! Пока. Так, камерегенер какой-то нужен, да? Вот это, наверное... Да. Да. Ну и со временем. Мы со всеми пообщались. Поехали. Я бы хотел вернуться ввызиму. Вы готовы, сударь? Да. Стрись надо было внимательнее поговорить. Поехали. Лодочка плывёт. А вот зима вся горит. А это нас везут. нем там башня мечи нас ведьмацкие так все орут и платья поехали дар божий шани рассказывала про тебя мы встречались в лечебнице лебеды храмовом квартале в зиме я слышал у шани своя больница мы пытались пробраться туда но в одиночку нам не справиться рыцари ордена из каята или дерутся за каждую улицу и площадь кто не с нами тот против нас я рад что не полез в эту войну ты поможешь нам добраться до больницы держитесь поближе ко мне я попытаюсь избежать стычек но все возможно так надо провести совсем нет сил эти бабы которые мне тогда помогли да здравствует король здравствует король не здравствует король мне надо я нахожусь здесь первый госпиталь это сюда походу на воротах дамбе а давайте в подборте чеще инженер шанс и пройти без тебя мы бы не справились эти местники наверняка напали бы на нас рад помочь если больше всего страдают добропорядочные жители вы зимы большинство жителей плевать на орден и на эльфов им нужен мир окончательное решение переломный момент я отыскал правильный путь и стоит умирать за идею особенно если в ее основе лежит ненависть я выбрал нейтралитет я ведьмак мое решение не всем пришлось по душе мы можем тебе помочь у нас много работы но я найду для вас время но не сейчас шани нас убьет она не много ревнива понятно счастливы девочки совсем привет ведьмак ты устроила лечебницу ты всегда был наблюдательным мы можем поговорить может и не заметил но у меня куча дел и к тому же я не заслуживаю твоего доверия о чем нам можно говорить о чем ты говоришь об альвине ты ясно дал понять кто достоин доверия ведьмака а кто нет с кем можно время от времени переспать а кому доверить ребенка но довольно раненым нужна моя помощь были не права мастер вы ведьмак да в чем дело мастер геральт монстрица убивает людей что произошло стрыга появилась у башни меня послали за ведьмаком пятерых солдат уже прикончила помогите где эта башня но это та самая высокая башня белки и и подожгли не заблудишься все таки думаю не права это что я считаю правильно что мы отдали на львина лучше не позабыть так мне уже не хватает лекарств когда я бы все отдала за флакончик эликсира рафарда белого но нас он есть где он ой о чем человек мне уже не хватает и ты о чем человек мне уже благодарю тебя отella Благодарю тебя, человек Ведьмаку, наверное, будет интересен рассказ о чудище Который я недавно слышала Я имею ввиду Ифрита Послушай Ничего Мы все умрем Одержь меня Не убивай меня Делай, что считаешь нужным Поговорим позже Заражены мужчины, заражены женщины И сестра Может, они нам всем Жизнь смыслов Может, там это Надбласточкиного зима Вот В этом конфликте Воюют белки И орды А вот стража пользы Она вообще не так Сражайся Блин, хуже Блин, шумская ТЛ Бла-бла-бла Насколько их дофига Тут Пачкаем Просто косить Переходится Так, подожди Кузница, мне сказали Башня Палача Пролом в стене Баррикады Куда мне идти надо Кузница Партрек Штенок Башню Всегда мне надо Дорога Вот Паучка Сражайся Нет Нет Я тебя заеду Дальше не шляпу Я знаю Ну вот Трупы Скорее всего Это здесь Она Где нам бы Продастся Да Я думаю Здесь Посмотрите Сколько тут Трупаков Как нам туда Подняли Седой что ли Нет Не седой Давай Какой-то Какой-то Лаги Непонятные Даже Бит А Видос Потому что Какая-то Фигня Смечу Что за Кость Какая-то Не стригает Какая-то Хрень Смешу Ну там Походу Это Эликсиры Наши Ну Калькштейник Наконец-то Чудовище Погибло Что ты Здесь Делаешь Говорили Солдаты Пытаются Стрыгу Убить Вот и Мне Захотелось Взглянуть На знаменитую Визимскую Принцессу Стрыгу Правда Это вовсе Не стрыга Все же Очень Интересный Экземпляр Успокойся Калькштейн Я Заплачу Солдатам Чтобы Они Отнесли Останки В мою Лабораторию А Там Я Постой Если Это Не стрыга То Кто Это Уж Точно Это Не Пузатый Трактирщик Насибочка Плод Алхимии Генетики Биологии И черной Магии Мутант Как И ты Сам Мне не терпится И следовать Это Существо Гуль прыгает Вроде Того Магия И алхимия Ускоряют Процесс За Калькштейном Прям Побочные Эффекты Выходят Из-под Контроля Это нечто Очень мощное И быстрое Чтобы узнать Больше Необходимо Произвести Вскрытие Кажется Я знаю Кто за этим Стоит Ты в курсе Откуда взялось Это существо Солдаты Солдаты Сказали Оно Появилось Складбище На болотах Слушай Я взял Этот Свиток Думая О стриге Но тут Может быть Лучшая Добыча Если Собираешься Убить Стригу То по этому Рецепту Надо Приготовить Мощный Эликсир Саламандры Позволяют Себе Жуткие Вещи Ускоренная Мутация И эксперименты На людях Дело Грязное И все это делается На основе Ведьмачьих Тайн Которые Вы хранили Годами Не поддавшись Ни одному Соблазну Поздравляю Хорошо Но как Насчет Настоящей Стриги Если Солдаты Ошиблись Я слышал Слухи Что на болотах Творится Что-то Неладное Что за слухи И покороче Говорят У старой Часовни Найден Чей-то Труп Кишки Что-то Растащило На всю Длину То есть Шесть С половиной И полтора Метра Спасибо Спасибо Геральт 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 Мне очень Жаль Геральт Так я и думал Но бывай Геральт Король просил Меня разобраться Со стрыгой В свое время Ирден Ирден К примеру Может на короткое Время Остановить Принцессу Если она Совсем Озвереет Тебе Тебе что-нибудь Известно О доспехах Ворона Любопытная Легенда Для ученого Там Немало Информации О технологиях Гномов Ты сможешь Воссоздать Доспехи Ворона Если я Достану Тебе Необходимые Компоненты Да Но мне Понадобятся Кое-какие Мелочи Доспехи Графа Кобуса Руйтера Погибшего В битве Под Бренной Его тело Вместе с доспехами Покоится В одном Из склепов На кладбище Кладбище На болотах Кобус Руйтер Нет проблем Что-нибудь еще? Свитки Эльфийского Барда Опять же Поискать их Стоит на кладбище Разграбить Могилу Эльфийского Барда Что-нибудь еще? Там же На болотах Ты увидишь Старую пещеру Ее занимают Беженцы В ней Ты найдешь Невзрачный На первый взгляд Камень Чувствительный К магии Я немного Разбираюсь В магии Если Использовать Соответствующую Последовательность Знаков Камень Откроет Тайный ход В лабораторию Знаменитой Чародейки Агнес Из Гланвиля Любопытно Будь осторожен Наверное Там гнездятся Какие-то Чудовища В лаборатории Найди Сундук А в нем Магическую Формулу Принеси мне Эту формулу И я Изготовлю Для тебя Ведьмачьи Доспехи И какие-то Какие же Знаки Я должен Использовать Аарт Игни А затем Аарт И никому Об этом Ни слова И конечно Тебе понадобятся Доспехи Ворона Так Понятно Давайте Теперь Я не хочу Умирать На самом деле Здесь столько Оружия Можно Собрать Я тебя Замежу Волосатый 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 Защищайся Ладно Волосатый Обезьяна Блин Дайте В кузницу Зай Дальше Не шагу Ясно Саржитавры Грай На отмечу Лучится Озеро Чем подъели Пришли похавать Так Давай заберу Это освобождение Мало ли оно мне надо Куда я выкину Башню Не залей А как мне пройти Как мне пройти Кузни То есть там Бой Постоянный Тоже пока не знаю Что нет кузнеца А кому я продам Блин Нет кузнеца Никого Это чтобы избавиться. Хламочка разная. Я уже все прочитал над этим Калькштейном тогда. Ты используешь краснолюдские кузнечные приемы? Никогда. Нелюди поклоняются мелким башкам, а измышления их ведут к дьяволам. Я не из Инквизиции. Я говорил о ковке стали. Я как-то посмотрел краснолюдские свитки по ковке и больше ничего. Спасибо, до встречи. Так, пойду схожу. Давайте посмотрим квест. У биржи само должно быть возле клубичного молока. Раз, я должен доставить деньги кузынам. Два. Доспехи мне понятны. И увеличится стрига. Расколдовать. Необходимые элементы и доспехи. Понятно. Шаня. Так. Я выговорил лютик. Буду искать других противников. Прям фольте степку выиграл. Но дальше что? Ленгард. Понятно. Что три с любовью всей моей жизни я понял. Ну. На самом деле. Ребята не гневитесь кто там. Лорщик сильный такой. У меня своя точка зрения касательно Йеннифер. На ее внимательности читая книги. Тоже путешествие ведьмаков тусэнт. Там прописано что. Он не мог выкинуть Йеннифер с головы. Но то что там он ее любит. Он не мог просто выкинуть. Это разные понятия. Как говорится. Каждому. Так. Тарая часть. Тарая часть города. Я не знаю. Вот кстати забрать. Мраберы бегают. Тут вход есть. Тебя сходят. Сможно обойти. Со вторым части здания. Что случилось со стригой? Ложная тревога. Какой-то мутант нападал на солдат. Помощь нужна. Не больше чем всем остальным. Позволь мне решать. Шани. Ты цел? Ты не боишься членов ордена или эльфов? И те и другие могут подумать, что ты лечишь их врагов. Для меня они не враги, а просто ранены. В нашей лечебнице раса и политические убеждения не имеют значения. Я это поняла под Бренной. Русти лечил и нильфгаарцев, и своих. Даже прикрыл пациента своим телом, когда появились эльфы. Когда они придут сюда, надеюсь, мне хватит смелости защитить моих больных. Уверен, что хватит, Шани. Хотя я бы предпочел, чтобы ты бежала, а не пыталась жертвовать собой. Приятно слышать. А почему ты мне это говоришь? Милители, что это за звуки? У нас выродки. Которые всех убивают и режут. Вижу, вы людей лечите? Мы их ранили, чтобы они умерли. А вы их лечите? Странная логика. И совершенно не в наших интересах. Вон из моей лечебницы. Можете сколько хотите убивать друг друга на улицах, а сюда соваться не смейте. Шани, берегись. Убейте Дони. Я тебя зарежу, волосатая обезьяна! Нет! Нет! Сражайтесь! Останавливайся! Убейте Дони. Убейте Дони. Убейте Дони. Убейте Дони. Они хотели убить раненых. Как можно так низко пасть? Я видал вещи похуже. Спасибо тебе от имени всех моих пациентов. Нет проблем. До встречи. Прощай. Что происходит? Вы опоздали. Нападавшие уже мертвы. А теперь прошу уходите. Вы пугаете раненых. Арестовать и допросить всех нелюдей. Кто дал вам такой приказ? Наш командир Белая Райла. Взять их. Ты что, идиот солдат? Уходи отсюда своими ногами или тебя вынесут ими вперед. Умри чудовище! Понятно. Ничего нет. Уходи отсюда. Аня. Уходи отсюда. Сука, вылетели. Сука, вылетели. Сука, вылетели. Без друидских лекарств половина этих несчастных не доживет до утра. Отлично. Мне тоже туда надо. Проберемся. Идем. Через черный ход. Так мы избежим боя. Вечная боль. Позари мне путь. Хотелось бы увидеть вас снова. Скоро приходи к коже. Так, ну что, пойдем тогда выйдем. Еще умрем. Надежды нет. Жесть, бред, какой творится. Плохие новости. Я уже заглядывала во двор. Другой дороги нет, а это кишмя кишит трупоедами. Это не проблема. Не убивай меня. Другой дороги нет, а это кишмя кишит трупоеды. Другой дороги нет. Черт, как... Даже после битвы под Бренной их столько не было. Они уже несколько месяцев кормятся трупами жертв чумы. Их привлекло зарево. Там их еще больше. Может, это не наилучший путь? Если уж выбирать, я скорее предпочту встретиться с чудовищами, чем вмешиваться в чужую драку. Значит, это наш единственный путь. Идем. Подпишись! Субтитры делал DimaTorzok Подпишись! Добавил субтитры делал DimaTorzok Поверь! Все хуже Держись, я вижу брешь в стене Я вижу флейдера Или как Я вижу флейдера Я вижу флейдера Я вижу флейдера Продолжение следует... 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 Бегу-бегу-бегу И еще раз Санкин Умин Бегу-бегу Ну как тут пройти? Я тут, короче, не туда пошёл. Вон, огонь какой-то горел. Явка. Вот Шани. Приветствую вас, господин Геральт. Зачем ты здесь? В Изиме бунт. Люди убивают друг дружку. Мне это не интересно. Сюда убегают невинные. Друиды принимают их, а я помогаю им и при случае защищаю. Я могу чем-то помочь. Говорят, опасные чудища завелись около склепа на болоте. Ещё что-то знаешь? Поговаривают про огромную летучую мышь и про женщину-вампира. Можешь этим заняться? Что ещё можешь рассказать? Спрашивай, ведьмак. Ты защищаешь изгнанников? Да. Возлюби ближнего своего. Ты поклоняешься вечному огню? Честно говоря, нет. Но я предусмотрителен, и несколько добрых дел мне не повредят. Прощай. Наши летучая мышь. И-и-и-и-и. Геральт. Бабуань ты. Ты достала лекарства, которые тебе нужны? Приходится ждать. Готовить лекарства ещё сложнее, чем варить делье. Помощь нужна? Нет, я справлюсь. Иди, спасай мир. Доброго здоровья. Кузин. Стоп, стоп, стоп. Мне нужен кузин. Ведьмак, нам нужно поговорить. Да. Ты был недавно в замке Фольтеста? Верно. Моя... Эм... 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 Кузина Антуанетта мне ничего не передавала? Конечно. У меня есть кое-что для тебя от Антуанетты. Спасибо! Тысячу раз спасибо! Я найду этим деньгам хорошее применение! доброй ночи доброй ночи приятно задолбанные друиды, которые не говорят поначалу ладно, давайте тогда дождем до утра, чтобы поговорить с друлями собаку Мне нравится, что надо зажать и удерживать кнопку. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В чем дело, путник? Что вы тут делаете? Мы протестуем против вырубки леса и уничтожения вымирающих видов. Сейчас не самое подходящее время. После бунта мы поведем наш зеленый марш к подножию королевского замка. Мы будем протестовать до тех пор, пока король нас не услышит. Мы уже придумали свои кричалки вроде «Ради прогресса нет вырубки леса» или «Защитим права животных». Я бы вам посоветовал отложить протесты на неопределенный срок. Природа вопиет о помощи! Прощай. Я думал, какой-то квест он даст, но я может обычно дру... Читали, читали, читали... Не читали... Чего? У вас есть товары для обмена? Угадал. Но мы не меняем на деньги. Мы можем тебе кое-что предложить, если ты принесешь нам то, что нам нужно. А что вам нужно? Нам нужны листья собачьей петрушки, белые розы, драгоценные камни и всякие платки и шали. Но только из естественных волокон. Никакого магического дерьма! Не хочу быть нескромным, но зачем? Разве это не очевидно? Белые розы будут призывать врагов примириться. А шали и платки мы будем использовать как знамена и транспаранты с нашими лозунгами. А самоцветы и петрушку? Какой ты непонятливый! Мы будем размахивать петрушкой в воздухе. Это же зеленый марш! Горожане также могут присоединиться и получить зеленую веточку в знак единства с природой. Драгоценные камни нужны, чтобы сделать фигуру короля Фольтеста, которую мы сожжем, если он откажется нас выслушать. Что-что? Само собой, кукла должна выглядеть богато и достойно. Фольтест далеко не нищий. Нужно, чтобы все поняли, что это не просто фигурка какого-то старика. Я действительно непонятлив. Чего тебе, путник? У вас есть товары для обмена? А ты достал петрушку, камни, платки и шали или белые розы? Вот женская одежда. Нужно посмотреть, годится ли она на знамена. Вот тебе красный платок. Отлично. Красный будет символизировать кровь замученных домашних животных. Поскольку ты принес то, что нам было нужно, ты получишь зелье взамен. Отлично. Наши лозунги на этой красной ткани произведут эффект грома среди ясного неба. В благодарность прими этот эликсир грома. Если я найду еще что-нибудь, что вам понадобится, я вернусь. Отлично. А теперь я должен заняться деталями нашего марша протеста. До встречи. Так, пойдем на выход. Потом сюда придем и смотрим щука на болоте. Надо все склипы посмотреть. Я в пуссе. Она не будет с ним сразу пусси. Так, что я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Нужно свое место. Не знаю. Ну, я не знаю. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вон он. Правильно. Продолжение следует... Продолжение следует... Кто ты такой? Кузен Антуанетте? Ты, должно быть, ее посланник. Ты всех незнакомцев так приветствуешь. Ну, довольно, Игр. Никто в своем уме не пойдет в болото в наши дни. Где мои деньги? К счастью, есть. Вот. Спасибо. Наконец-то я смогу вернуться домой. Что заберешь? Они сожгли мой дом. Я ухожу, погубили. Что у них теперь делать? По струнке ходят. Так, стоп. Какое-то это подземелье необычное. Боеви же дорогу. Камень путника. Это кто такой? Кто такой? Звучит, Жекичан какой-то? Геральт из Ривии. Ведьмак и с некоторых пор известный кулачный боец. Говорят, у тебя нет имени. Можешь наживать меня Жденек. Ты не похож на могучего боксера. Это тебе так кажется. Хочешь бросить мне вызов? Смотри-ка, какой догадливый. Готов? Да. Не будем терять ни минуты. Это самый великий боксер. Три мяча от кинжала. Крюки. Поздравляю. Немногим удавалось меня победить. Немногим? Мне говорили, ты непобедим. Только потому, что у меня всегда было право на реванш. А победить меня дважды не удалось никому. В другой раз я устал. Одна битва в день. Я старый больной человек. Он пытается забывать. Я старый больной человек. ... Он пытался... ... Он пытался пройти. Он пытался... ... Егор... ... Он пытался... ... ... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, наверное, лаборатория требовала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сундучок. Да, скорее всего, это лаборатория, потому что не похоже на... Да. Вот всякие тут бочечки, херочечки стоят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вообще классно придумали вот скрыть тогда через камень путника. Обычно крестьяне не зайдет, обычный вор не зайдет. Сразу власты. Звучит музыка. Баба балла. так формула у нас теперь нам нужно найти записки и и и и и и Ну а что? Огонь, обольт, обольт. Наверное, Вазимус и Калекштейна. Давайте делу поговорим. У меня вопрос. А мне бы, ну, дери. Гот. Да. Не будем те. Ну и как он хочет, видимо, оказывать, что я там не знаю. Сила, реакция, локус, там выносливая. Мой жоп! Где мой жоп? Остался у меня в кулаке после боя. Что ж, тогда оставь себе. Ты второй раз победил меня. Ни у кого раньше это не получалось. И почему это меня не удивляет? В лучшем мире просто теперь. Так, пойдем, наверное, Вазимус ходим. Там какие-то квесты были, вот. Такая артилла, видимо, да? Да. Такая артилла. В шахту еще хочу зайти. Спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 И огонь. Очень медленно останавливаются. Но если мы арт и огонь пробовали, не получилось. Пробуем так. Не. А если два огня, арт? Ну, воду можно. Воды пахал. Так, мы пробовали арт. А если два огня, арт? Ну, сейчас арт попробуем. Угу, два огня, арт значит. Древняя гробница. Отдыхаем. Древняя вампирница ждала путников. Кот. Жалко бабка, наверное, красивыми были. Молодыми вампиринцами. Молодыми вампиринцами. Так, если мне скажет, блин. Кровь Дрогса. Может понадобится? Согласить в Опера нединоват 새 боеперинцами. Опа, ещё над faced в гробнике фокולные рубine. Опа, gekать в гробнике. Мат backside کر feet И вообще между capsuleм. Перь в голову! Очень болен! Какой тур вот мыпиринцами. Ухрен по операции! Где? Какой состав угробницы толкei players. Осесть true с гейнеротой коз Если у нас не begun, Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Когда это все закончится? Да. Рыцари стали решать проблемы, как я вижу. Почему мы должны тухнуть тут? Потому что... Так, сейчас я хочу хоть и протачу. Чем? Чем? Валмазик. Так, а знаете, что я хотел? Я хотел сделать заказы. Да, эти мерзкие солдаты, пробую. У меня совсем нет сил. Так, надо будет брукс поискать. 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 У меня, кстати, есть те руки, надо подумать, что с ними делать. Ты на стороне ордена? Ну, пош, в общем, я не танец. Так, что-то... Кстати, Тельфедова баночку. Мир будет полон калекой юных душ безгалеченных войнёй. Чего на слух? Геральт? Что ты сделаешь? Аж они не вернулись с тобой. Её не будет ещё пару часов. У нас полно времени. О боже! Он всё слышал! Ведьмач и слух! Чёрт бы его побрал! Он слышал, как я говорю про ежа. Святая Милители. Богиня любви и плодородия, защити меня. К счастью, рядом нет ежей. Аааа, понятное дело. Он, люди умирают, смотрите на заднем фоне. Здесь ба-ба-ба. И чё, всё? Это наш маленький секрет. Это наш маленький секрет. Ну, понятно, Шаник был и щей был и всё. Понятно, короче. С ним нет отходства никаких. Хочется скрип. Так, чё мне надо? Вам не надо Калекштейн. А Калекштейн вроде там, да? Давайте пройду. Я остаюсь. Товарищ Калекштейн. Наёмник, наёмник. Ничего себе. Ничего себе, Калекштейн. Солдат нам. Геральт, ты вывесил объявление. У меня их было два. Какое именно ты имеешь в виду? По поводу Гаркайнов. Две порции слюны. И мой любимый ведьмак мне их принёс? Конечно. Вот. Конечно. Чудесно. Мы на один шаг ближе к реализации великого плана. Держи награду. Геральт, ты вывесил объявление. У меня их было. По поводу призраков. Тебе ведь нужна пыльца смерти, так? Конечно. Ну, как всё прошло? Гладко. Вот, держи. Мой неоценимый помо... Так, два кристика мы знали. Так. Гид debido, ксуч? Он не αυτό. Г어� Dopён на эту п evening? Я это возьму к énорке. Я это буду. Я холодвером... Так, два метarks. Здесь в воде по бле. Сейчас болит в берегу. Себак сейчас потратил. Себак сейчас потратил. гер пока так не лаком надо в дом значит мне надо записки найти записки так хватит послушать по квестам тут хоть навели порядок зубы понятно зимние стопки сыгры пусть смерти мне пора в путь куда мне пора в путь неизвестно нежные записки фрисками и стреля кстати вот здесь еще не ходил что хочу за старый колодец что ты делаешь мне кажется закончится спокойно давай широт служа 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 Угу, оказывается ограничили, да? Когда это всё закончится? В шопу! Блядь, никого. Значит их зачистить. Раз, не буду везде уже. Тогда это всё закончится. Гвин, я спешу. Так, кстати. Скрипт Берингара понятно, прошлое. Ну то я сделал так, что я считаю нужным. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Съели его уже Ищет А тебя что, не трогает? Но один раз она близехонько ко мне подошла А я уйти-то не могу Мне костер надо жечь, чтобы сын не заблудился Тварь-то постояла-постояла, да и убежала И с того раза больше не приходила Любопытно Один раз она при мне мужчину сцапала Ужасно Расскажи мне Так, волк Надо его завалить пойти Наверное ночью надо к кладбище прийти Я думаю, что как вампиршеб ночью по кладбищу входило Логично Значит, помедитируем до ночи Посмотрим, что тут изменится И пиявок сейчас надо будет бомбануть Сначала сделай квест, а потом буду уже Заходить в этот склеп Эльфы, сожги дом соседа Я именно тогда решил Бежать из города Меня хотели призвать в армию К счастью, вернулся король Фольтест Он быстро приструнит нелюдей Именно Я вот что скажу К счастью К гайке пацанчику короче Как вам сыграть? Удаю, потому что невкусно Ммм В концы звер versucht Пока Смотрела Приветствую, Геральт. Фольтест просил узнать, как продвигаются дела. Я думал, он мне доверяет. Да, но конкретно это чудовище является его дочерью. Я его понимаю. Я рад, что ты понимаешь, но что ты хочешь? Фольтест не дурак и знает, что кто-то намеренно вызвал это проклятие. Он не верит, что Ада превратилась в чудовище сама по себе. В склепе могут быть тому доказательства. Ты должен их найти. Фольтест предлагает тебе начать с саркофага, в котором спит принцесса. Может, там есть что-то, что нам поможет. Я выполню приказ короля. А теперь проводи меня к принцессе. Следуй за мной. Вообще не хочу туда идти. Подожди. После заката сарится с 7 часов. Остановите его. Где был король, когда все это началось? Остановите его. Там у них... Я здесь по... Ах, да! Вы убили? Вот челюсти. Спасибо. А вот и плата. За что? Добрый... Видели по... Ну чё, зайдём? Клянусь честью! Ну чё, зайдёмся. Ну чё, Medina, я... ... Угу, угу-гу-гу. Не сказано прийти сюда ночь, поэтому пока не ночь. Теперь надо валить назад Каликштейна. Так, я тут сохранюсь, посмотрю на всякий случай. Камень путника. Желтая метелительная руда. Камень путника это понятно, что нам надо. Нет, нам надо куда отправиться. Но я хочу сначала сделать себе доспехи новые, потом сажаться со стрыгой. Не как пластилито какого-то. Бла-бла-бла. Так. Значит, ночью мне надо сюда прийти. Тотварь вылазит ночью. Ладно, сваливаем отсюда. Хотя давайте-ка не сваливаем. Где тут камень путника? Наверно так, огонь у нас был. Наверно будет два воздуха. Ага. 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 Ну ага. Надеюсь мне бы опять всё и сделать, и свалить. Ага. Ага. Значит мне пиявок надо ещё убрать. И кровь брукс нажму. так орден странно что-то делает орден я думаю это давай наложил проклятие то что он пишется что это был близкий очень не то сделал а кто там близки там давай был близкий совал с ним я не знаю что он я не знаю что он Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, вот если в этом скрипе сидит, я не думаю, что до сюда дойдет Брукса, ой не Брукса, а Ада и нас тут завалит. Сваливаем. Ворота заперты. Для начала разреши проблему с этой тварью, ты понимаешь, вопрос безопасности. Твари. Нет, тогда надо загружаться. Нельзя, значит, сюда идти, пока мы все квесты не выполним. Ладно, ребят, это будет уже в следующем видео, всем спасибо, кто был с нами, я загружусь, не буду сюда заходить, потому что получается, видите, как Виллиард нам подставу делает. Вот, сначала, наверное, нам надо будет найти Брукс этих долбанных, потом сюда заходим. Пока-пока.